Девушки отдыхают 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 Похоже, что несмотря на ЗОЖ-образ, пацана наркота конкретно прихватило. Сначала у него во время стримов вечно ручки к носику гуляли. А потом он вообще себя новоросским Цоем вообразил. Вы только зацените эту маечку. Не, ну с тем, что вся их Недороссия – это то еще кино, мы в целом согласны. Но когда ребята с надписью «Перемена» на футболке зачем-то пошли рыть окопы на кладбище, вся наша база НАТО реально заверещала! Кому-то, наверное, станет интересно, а вот зачем рыть окопы на кладбище? Если бы это был классический Яралаш, то выход был бы примерно таким. Не заглядывай бы! А так, смеем предположить, что Скиф с друзьяками просто решили по два раза не ходить. А то жизнь новоросская, она же непредсказуемая. Лифты, шмели, Зорин со шкиряком опять-таки. Искренне хотелось бы им пожелать, собственно, отдохнуть от ратных трудов, остаться на том кладбище, где они выкопали окопы, и так завернуться во что-нибудь беленькое, и так, чтобы сверху присыпаешь. Впрочем, Эдди Басурин, кажется, юморка не понял, и после раскопок на кладбище обвинил Сашу Цоя, ой, извините, Сашу Скифа в пособничестве карателя. С одной стороны, вросы делают специально подготовленные люди, так, как пример, да, Хатаковский проехал на своем автомобиле и показал незащищенность города. Вросы делают специально подготовленные люди. Кто-то наверняка скажет, что подобные разборки нам очень даже выгодны, и с этим не поспоришь. Но здесь надо бы науточнить, что в этом конкретном случае речь, вероятно, идет об операции прикрытия. Хаос, посеять хаос. Если кто-то не знаком с тактикой работы спецслужб, то мы расскажем. Сам Эдька давным-давно завербован украинскими силовиками. А образ туповатого наркомана, любителя химии... Больше 15 лет я занимался переработкой химии, это так называют. Это не что иное, как удачно придуманная маска. Задача Эдуарда проста как дверь и прописана строго по натовским стандартам. Пацан сознательно несет ахинею и выставляет недоросов дураками. Имеется информация из штаба оккупационных сил Краматорский о намерении украинских командований во взаимодействии с натовскими советниками организовать химическую атаку против своих войск для последующего введения в этом в нашей республике. Постановка будет осуществлена по сирийскому сценарию в Думе. А тут появляются украинские. И давай им зашеврцовать! И он там действительно выполняет тайное задание. А на самом деле его зовут Порыбий Низ. И по вечерам он выпивает стакан горилки и промывляет славу Украине. Новороссы же вот за такими хихоньками да хихоньками думают, что это все несерьезно. А агент Баси тем временем продолжает сознательно подставляться. Противник делать все возможное, чтобы вызвать моментальную катастрофу на территории республики. Боевики вооруженных сил Украины начнут активные боевые действия для захвата наших позиций в районе фильтровальной станции. Естественно, Басурин отлично знает, что коварная киевская хунта в жизни не станет оставлять Донецк без воды. Ну хотя бы потому, что система связана. И нельзя отключить Донецк, не отключив при этом, например, Авдеев. Без питьевой воды останутся более полумиллиона жителей. Ну и дефицит воды будет очень серьезный. То есть на выходе получается такой себе батальон-мазохист из серии «Слухай, Микола, а давай сами себе воду и отключим». Своими действиями каратели попытаются выставить нашу республику агрессором, лишившим мирных жителей Авдеевки воды. Естественно, что после таких бенефисов логики обязательно появимся мы и залепим ребятка мокрой тряпкой по роже. Теперь понимаете, как работает эта схема? Нам достались дураки. Я надеется, что их будет больше. Нужно быть профессионалом. Кстати, с плотвой было точно так же. Тоже ходили по Луганску и лыбились, мол, Игорь Венедиктович, там хохлы шутят, что вы агенты с бэушной. А теперь вон не до шуток ребяткам. То же самое глаголят, но уже без хихишек. Он содержится под стражей на территории России. Основание – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка сдачи Донбасса Киеву. А вот с чем в журнале «Конопляж» всегда были проблемы, так это с логикой. Вот и очередная история с обстрелом мирных жителей на блокпосту была за гранью добра и зла. Три человека ранены при обстреле украинскими силовиками КПП в Донбассе. Если кратко, люди стояли на украинском блокпосту в ожидании автобуса, когда по толпе неожиданно прилетело несколько пуль. Ждали автобуса, вот там стояли, ждали автобуса. И там вот это обстреляли. Это еще украинский был, потому что мы стояли в очереди. Выстрелили и все. Чуть позже Басурин и компания расскажут, по украинскому же блокпосту стрелял, внимание, украинский снайпер. Велся обстрел, снайпер работал просто по скоплению людей. Ну и правильно, а куда же еще стрелять снайперу в СССР, как не по своему же блокпосту? По противнику это пусть лохи стреляют. Отдельная песня во всей этой истории – это направление стрельбы. Есть информация, что стрельба велась с населенного пута Луганская, с украинской стороны. Если верить Эдику, то каратели пальнули по мирным жителям аж из окрестностей поселка Луганская. Но если вы посмотрите на карту, то сами увидите, что от Луганского даже до подконтрольной боевикам Александровки больше пяти километров. А нулевой блокпост еще дальше. Чтоб все понимали, к чему мы это, почитайте новость ватной до нельзя звезды. Российские снайперы установили абсолютный мировой рекорд в дальности стрельбы. Поразили цели на дальности 4170 и 4157 метров. То есть российские типа рекордсмены сумели попасть в цель на расстоянии чуть более 4 километров. Снайперам понадобилось несколько попыток для фиксации нового мирового рекорда. Им удалось попасть в мишень с расстояния 4210 метров. Еще раз, 4 с копейками и это рекордсмены. Но никакой снайпер на 6-7 километров не стреляет. Тем более там же не чисто поле, а посадки, возвышенности. Или они хотят сказать, что пуля все эти препятствия облетела. Правда? Ну и опять-таки, простой как дверь и вопрос, который мы поднимали еще в сюжете про обстрел Еленовки. В чем прикол снайперу ВСУ стрелять тетушкам то в руку, то в ногу? Тупой удар и все, и я остановиться на ногу не смогла. Когда совсем рядом, в той же Александровке можно засандалить пулю в кабину боевику. Но удивительным образом, собственно, бандитов все эти осколки и пули как-то не задевают. А вот мирных жителей чуть ли не каждую неделю. Поступления мирных граждан в последнее время участились. Обстрел. И вот здесь, не навязывая никому свое мнение, мы позволим себе предположить. Именно таким нехитрым способом на крови людей пропагандисты и создают себе нужные информационные поводы. За последнее время провокации со стороны вооруженных сил Украины усилились. Здесь воспринимают данную агрессию как толчок к развязыванию боевых действий. Мол, ранения легкие до свадьбы заживут, зато можно будет ненависть поразжигать, да по ушам людей кататься. Он стреляет кто хочет, куда хочет, и самое главное, когда вздумается. Это, кстати, больше всего и пугает. То есть в любой момент с маленького обстрела может начаться большая война. Иначе придется поверить в снайперов, которые из неведомого сверхдальнобойного оружия зачем-то стреляют по своим же позициям. Смотрите далее в программе. Боярышник вместо аспирина, а кородуба против онкологии. Когда мне первый раз поставили диагноз гипертония в советское время... Кору дуба заварили. Почему контрсанкции Кремля могут закончиться смертями своих же граждан? Если есть американский некий бренд лекарственный и есть его аналог, нет никакой уверенности, что этот аналог производит аналогичное воздействие. Это антизон. Территория без пропаганды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова